Всем привет! Я не верю, что я в Америке, и я сейчас вам расскажу историю, что случилось в аэропорту. Когда вы прилетаете в Америку, вы должны вначале на таком аппарате вбить свои данные, отсканировать визу, и вам дают билет с вашей фотографии. Вы там еще отпечатки пальцев сдаете и так далее. В общем, я там все сделала. И мне выходит этот билет, и вот с таким крестом перечеркнутым. Первый раз такое, потому что в прошлый раз я, когда заезжала, чуть в Калифорнии такого не было. В общем, думаю, ладно, может быть что-то не то, может быть меня сейчас не пустят. В общем, пока я там стояла, я просто, не знаю, испытала, наверное, все ужасы, которые могут случиться. Потом подошла на паспортный контроль, он посмотрел мои документы, спросил о цели поездки и так далее, заново взял отпечатки пальцев, сфотографировал и, окей, пошлите. Я думаю, куда? Он меня отводит в другую комнату, дает документы моим другим людям абсолютно, им говорит мне, сиди и жди, когда тебя вызовут, твою фамилию. Все, я уже вообще, знаете, не знала, что думать, почему такая ситуация, что произошло. Потом меня позвал второй человек, через минут 10 и говорит заново те же самые вопросы, зачем вы приехали, цель вашего визита, на сколько дней и с кем вы будете проживать в отеле. Я говорю, я с мужем. Он говорит, да где я мужа, не вижу, где он. Я говорю, он вчера прилетел. Он говорит, а, да, вот он вчера прилетел, хорошо, чик, печать поздала, я пошла. Я не знаю, то ли это из-за того, что у меня два паспорта, у меня два паспорта, в одном паспорте стоит виза, а второй новый, то ли из-за того, что Вова прилетел вчера, я прилетела сегодня и я написала, что я буду одна здесь, может быть из-за этого, может быть из-за того, что я неправильно сфотографировалась или там отпечатки пальцев сняла, может поэтому крест. В общем, объясните, что это значит, почему так произошло, почему меня отвели в комнату, почему такой крестик на бумажке, в общем, я очень разволновалась, распереживалась. Боже, ребята, мы зашли в номер, отель называется Рокси Хотел, здесь был раньше кинотеатр и здесь, знаете, все такое ретро, можно слушать пластинки и тут есть пластинки различные. Я сейчас поставлю что-нибудь. С Вовой встретились, не виделись три дня. Три дня и три ночи. Здесь меня ждал сюрприз. Welcome, Евгения. Здесь ванная комната. Сразу меня здесь ждала продукция. Здесь есть несколько продуктов от ФАМ. А затем есть продукты от Сьос, шампуни, бальзамы и лаки и пенки. Хорошо, что я ничего с собой не брала. Ой, а здесь есть кулончик. Вот это мне уже нравится. Ты можешь нашел и подцепить, он будет сейчас светить. Так, а это что у нас здесь? А, это у нас селфи-палка. Вау. Кто там? Hello. Ой, мы так рады, что нам подарили повербанк, который у нас же забрали в аэропорту повербанк. Только у меня USB-C был, а здесь я обычный минус USB. О, зато лампа есть. Лампы 12 тысяч, 12 тысяч этих вот зарядных, что надолго, да, хватит его. Я бы там сомневалась. Здесь еще, вот смотрите, премиум Alkaline Water. Мы вышли с Вовой из отеля, и возле нас здесь как раз Chinatown. И итальянский квартал, и китайский квартал есть. Мы гуляем, посмотрим. Итальянский в китайском находятся. Ой, смотрите, какая парковка. Прикольно. 12 долларов в час стоит. 12 долларов в час? 24 часа стоит 43 доллара в сутки. Очень дорого. В общем, мы с Вовой соблазнились и не выдержали, захотели пообедать в итальянском кафе. Итальянские блюда. У меня паста с креветками, с пармезаном. У Вова лазанья. С мясом. С мясом. В общем, так вкусно все. Сейчас идем смотреть на Бруклинский мост. Да. А вечером у нас знакомство со всеми ребятами. Слышеводители. Из Йоз. С блогерами, которых пригласили. Здесь белки как крысы прыгают и ходят и бегают везде повсюду. Да, они реально. И она не боится. Бруклинский мост. Все время в кино да в кино. А вот здесь и сейчас, в реале все это наблюдаем. Так же красиво. Доброе утро у нас сегодня. Оно по-настоящему доброе. Лена, привет. Привет. По-настоящему доброго. По-настоящему доброго. У нас завтрак просто потрясающий, потрясающий в месте. И такой вид невообразимый. Мне написали подписчики, что на этом самом месте, где я вчера фотографировалась, фотографировалась Селена Гомес и еще кто-то. Именно вот да, на этом месте. Что они делали? Фотолис? Есть такая фотка? Да. Итак, вот наша машинка брендированная. И мы сейчас поедем на Бруклинский мост с нашей группой русскоязычной и несколько человек из Германии. Там Манхэттен, Бруклинский мост и с этой стороны Бруклин. Очень круто. В общем, ожидания и реальность. Смотрите, сколько людей столпилось возле БК знаменитого в Нью-Йорке, чтобы с ним сфотографироваться. Я думаю, что нам просто нереально туда пробраться. И мне сказали, если потрогать коки этого бычка, то разбогатеешь. Посмотрите, китайцы. Китайцы хотят разбогатеть. Вам что, мало денег? О, боже мой, ребят, я не могу поверить. Я гуляю по Уолл-стрит. Это волшебство. Я в таком шоке. Вааа! Я сейчас! Ваа! Так, я сменила прическу. Стала ходить на каблуках, переобулась. И мы пообедали. И сейчас идем в район Соха смотреть, вдохновляться. Вообще, цель нашего визита здесь – это искать новые тренды в прическах, в одежде и так далее. Ну, больше всего в прическах. Мы должны находить интересные прически у посторонних людей, фотографировать их и потом повторять. Посмотрите, это сейчас модные очки в Нью-Йорке. Я черепашка претила, чисто под мои сережки подходят вообще. Мы нашли тренд – девочка с прической. Вы представляете, мы встретили девочку Саину из Алматы… О, из Казахстана, из какого города вы? С Астаны. С Астаны, вааау! Она живет в Нью-Йорке, да, очень крутая, красивая, с необычной прической, да, и мы хотим ее снять. Вообще. Мы зашли в огромный магазин Ray Ban. Просто, просто огромнейший. Сейчас моды такие миниатюрничные, причем они очень такие легкие, в носке удобные, не давят никуда. Вот, Катя из России, говорит по-русски, 15 минут у нее заняло на прическу, очень круто, молодец, да. Через несколько часов мы будем повторять здесь прически, команда Сьос приготовила нам вот все необходимое и мои любимые резинки с крючком и шпильки в таких бокальчиках, а это цветные спреи для волос, вау! Мы наконец закончили нашу прическу, у каждой разная прическа, трендовая, модная, и вот она моя такая вот суперская укладочка. Итак, мы приехали в ресторан, а здесь, посмотрите, какой вход, как будто бы магазин с драгоценностью, а это на самом деле магазин, здравствуйте, вау! Вау! Куда нам идти? Всем доброе утро, у нас сегодня у всех одинаковое утро. Я просто отражаю Лену и покажу, как Лена одета, потому что, да, Лена сняла меня, вот, и Женю, а я вот отражаю Лену. Танечка, вот у нас красавица, платье шикарно. И наши завтраки. И мы будем искать новые тренды, новые тренды, новые образы, да, и походу мы будем смотреть город, достопримечательности и искать тренды, да. Empire State Buildings, вау, огромный! В общем, мы проходим быстрее, чем все остальные из-за браслетов. Это невероятно, ребята. Я была на разных высоких зданиях, но этот вид, это незабываемый и неповторимый вид, просто он крышу сносит. Женя, расскажи про свой аутфит, что на тебе? На мне кепочка от Вершка, и волка Эйсус, Зара, штаны, на инвест. Аутфит of the day. Да, и... Сегодня мы нашли еще три девушки, и будем через пару часов снимать видео, как это сделать. Мы подходим на Times Square, он совсем рядом, посмотрите, это незабываемо, это так красиво, невероятно. Потрясающе, у меня просто голова идет кругом, как же это здорово. То, что я видела по телевизору, то, что я видела в фильмах, на самом деле это существует, ребята. Существует! Вау, обалдеть! Вот это грустяк! Второй день нашего пребывания в Нью-Йорке, и у нас сегодня замечательный ужин в прекрасном месте, с прекрасной... Патия начинается! Ребята, только что зашла в туалет. Вот, представляете, я открываю дверь, стоит раковина, все темно, черно, туалет, и посмотрите, какой вид! Это, конечно, немного пошловато, но это потрясающе просто! В каждом туалете здесь вот такая картина. О, боже мой, клуб просто потрясающий, посмотрите, какие виды! Нравится? Ой, так не знаю, я просто вас не знаю! Очень радостно! Всем доброе утро! Сегодня мы идем на фестиваль Панорама. Я уже почти собралась, нарисовала себе вот такие красивые ромашки. Оказалось, что вначале мы будем снимать прически, как делать прическу на фестиваль. Вот, а потом мы после этого поедем на сам фестиваль. Поэтому я переоделась, но у меня тоже такой получился фестивальный образ, хотя я надену белое платье. Мы хотим поехать на Статую Свободы посмотреть, потому что завтра уже уезжаем из Нью-Йорка, так жалко! Мне так понравилось в Нью-Йорке, вы даже себе не представляете. Вообщем, Боба вычитал в интернете, что здесь есть бесплатные серии, на которые можно перебраться на другой остров и проехаться мимо Статую Свободы. Самое интересное, что проезд бесплатно, бесплатно, вот именно с этого, с левого, да. Но если с берега смотреть, то справа будет, а это справа точно такой, что... А вот это, который покрасивее, это платный. Часто. И вон она, Статуя Свободы. Вот такую мы сделали прическу. Пучок, косички, также мои перья дополняют хорошо и красиво эту прическу. И стразы наклеили, я такая немного космическая. Багильо. Платье в сапогах. Стоим на ID Check-in. Здесь проверяют, сколько нам лет, чтобы нацепить браслеты, и нам смогли продать алкоголь, который мы ни в коем случае не пьем. Вот, посмотрите, сколько людей. Много, да, но на качеле было гораздо больше. Здесь, в общем, весь Нью-Йорк и приезжие люди. Здесь все бесплатно. Вы можете взять лосьон для рук, конфеты, салфетки, наклейки, шпильки, резинки, санитайзер, чупа-чупсы. В общем, всем привет. Мы улетаем из Америки и решили пройти через бизнес-лаунч, который находится в терминале 1, в аэропорту Кеннеди. Здесь бизнес-лаунч называется Air France от французской авиакомпании. В общем, выбор очень хорош. Очень. Здесь есть и для салатов все, и булочки разные. Вот, и сыр, и фрукты. В общем, и разные вина. Кофемашину они закрыли, но временно она была открыта. Вот алкоголь различный, какой хотите. С различными напитками, которые в холодильнике находятся. Чипсы. Большой выбор еды. В общем, всем пока. Мы полетели. Субтитры сделал DimaTorzok